Анатолий, скажите, неужели наш российский зритель никак не может обойтись все-таки без Голливуда? Неужели нам смотреть все-таки больше нечего? Слушайте, действительно я столкнулся с расхожим мнением масс, что новинки до России не доходят. Но это же совсем не так, это же неправда. Давайте копнем немножко в список всех релизов, которые выходят в России каждый уикенд. И вы, наверное, с удивлением многие из вас обнаружат, что фильмов выходит огромное количество. И большинство из них это не перевыпуски, это не старые фильмы, это новые фильмы. Русские фильмы, российские в смысле различных жанров, американские, фильмы других стран. Выходит огромное многообразие фильмов в прокат. Это и жанровое многообразие, и хорроры, и комедии, и драмы, и авторское кино. В общем, есть все, что нужно для зрителя. Просто зритель у нас, к сожалению, избалован. Он подсел на, если можно так выразиться, иглу голливудского кинематографа. Ну ладно, это ваше мнение. А почему все-таки так произошло? Кто виноват в том, что наш зритель стал так вот зависим от этого самого Голливуда? Мы сами в этом виноваты. Наше общество виновата. Потому что в 90-х, когда начали восстанавливаться обратно кинотеатры, самым простым методом привлечения зрителей было это пустить на все экраны голливудское кино. Да, голливудское кино – самое классное кино, но его нужно было дозировать. Потому что, понятное дело, если ты запускаешь только голливудское кино, у зрителей не остаются альтернативы. Они начинают воспринимать кинематограф только в этом разрезе, через Голливуд. Значит, другое кино недостойно внимания. Другое кино недостойно внимания. Или его просто нет. Потому что люди привыкли, собственно, воспринимать весь кинопрокат через призму голливудских блокбастеров. В последнее время это Disney, Marvel и Ижи с ними. Universal, Warner Brothers – вот эти все огромные конгломераты, эти гигантские компании, которые поделили для себя весь мир, в общем, с точки зрения кинопроката. И не сдаются им только несколько территорий, в числе которых Китай. Ну и вот. И, соответственно, вот эта гегемония, которая присутствие на рынке всего мира в том масштабе, который инисился другому кинематографу, кинематографу других стран, оно привело к тому, что на примере России зритель при отсутствии этого контента просто практически исчез.